Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем читать вместе с вами и просматривать о 14 главу этого послания. В этой главе апостол дает Коринфянам указание о том, как употреблять духовные дары, отдавая предпочтение тем дарам, которые приносят наибольшую пользу. Первое. Он советует им более всего ревновать о даре пророчества и показывает, насколько он превосходнее говорения на языках. Это с первого по пятый стих. Второе. Продолжает развивать мысль о бесполезности говорения на иностранных языках в церкви, уподобляя его звучанию музыкального инструмента на одном тоне, неопределенному звучанию трубы и неразборчивой, невразумительной речи. Это с шестого по четырнадцатый стих. Третье. Советует совершать богослужение так, чтобы даже самый невежественный слушатель мог понять его, присоединиться к молитве и благодарению, подкрепляет этот совет своим собственным примером. Это с пятнадцатого по двадцатый стих. Четвертое. Поясняет, что языки являются знамением для неверующих, а не для верующих, и показывает преимущество пророческого служения. Это с двадцать первого по двадцать пятый стих. Пятое. Укоряет коринфян за беспорядки, производимые ими во время собраний, в связи с их тщеславными побуждениями при употреблении даров, и указывает, как следует использовать дары пророчества и языков. Это с двадцать шестого стиха по тридцать третий. И шестое. Запрещает женщинам говорить в церкви, и заканчивает главу призывом проводить собрание благопристойно и чинно. Это с тридцать четвертого по сороковой последний стих этой главы. Итак, четырнадцатая глава первого послания к коринфянам, первоверховного апостола Павла, и мы читаем. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Итак, на первое место из даров Духа Святаго апостол Павел ставит любовь. Не пророчество, не языки, не исцеление и другие чудотворения, а именно любовь. Достигайте любви и только потом ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. В чем была проблема? Они собирались на свои собрания, и так как многие из них, но не все, имели дар языков, то они начинали демонстрировать друг перед другом, что они имеют этот дар. Но это совершенно бессмысленно. Это дар не для демонстрации, а для того, чтобы проповедовать на этом языке какой-то получил язык тем людям, которые не знали еврейского языка и не могли понять апостолов. Амбразиастер пишет «Сразу после любви апостол призывает ревновать о даре пророчествования, ибо, как невелики дары, которые перечисляет апостол Павел, сей дар все же лучше, поскольку на пользу церкви развивается, чтобы все учились началом закона Божия». Итак, на первом месте – «Любовь». Далее – «Дар пророчества». В настоящее время в церкви присутствует дар пророчества, как вернейшее пророческое слово, то есть само Священное Писание, книги Ветхого и Нового Завета. «Но любовь превыше любого дара Духа Святаго». Как и апостол Павел пишет, «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Первое – Коринфянам, 13-13. «А теперь пребывают сие три вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Также в первом послании Коринфянам, 13-8, сказано «Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся и языки умолкнут, и знание упразднится». То есть в вечности не будет никаких языков, люди будут понимать друг друга, они будут говорить на одном языке, и пророчества прекратятся в том смысле, что они исполнятся, а любовь никогда не перестанет. В книге Откровения, 22 глава, 18-19 стих, мы находим такие слова. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов в книге пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». То есть последняя книга Нового Завета, она вообще запечатывает дух пророчества, и мы не ждем новых откровений от Бога. Ну, то, что пытаются предложить мусульмане или мормоны, или другие религиозные группы, какие-то новые пророчества, мы считаем, что Писание закрыто. Далее апостол Павел пишет, «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». В каком смысле он назидает себя? То, что у него точно есть дар, полученный от Духа Святаго. «А кто пророчествует, тот назидает Церковь». Он говорит слова, которые понятны для всех. А если он будет в собрании говорить на непонятном языке, «Патер, ностр, квисан, цели, сантифицетор, ноун, тум, адвенят, регнум, тум», ну, кто что поймет. Или «Баруха, та, да, найла, гейна, мэлэх». В первом случае это латынь, во втором это еврейский. Какое назидание для людей? Никакого. Поэтому и сказано, «А кто пророчествует, тот назидает Церковь». А когда мы изучаем вернейшее пророческое слово, это Библия, мы это делаем не только к собственному назиданию, но и к назиданию всей Церкви. И во втором послании Петра, первая глава, девятнадцатый по двадцать первый стих, сказано, «И при том, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимые Духом Святым». Таким образом, как через святых нам даны книги Ветхого и Нового Завета, так через святых отцов Церкви мы получаем правильное понимание этих книг, и никто не может их истолковать сам по себе. Далее апостол Павел пишет, «Желаю, чтобы вы все говорили языками». В этом нет ничего плохого, идти и проповедовать разным людям на их родном языке. «Но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы Церковь получила назидание?» Был такой дар, дар разъяснения языков. Но это очень редкий дар. А чаще они говорили на языках и даже сами не понимали, что они говорят. Павел продолжает, «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением, и бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли. Если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Дар языков – это прежде всего дар понимания и сопереживания. вот почему сейчас идет конфликт между Россией и Украиной, Украиной и Россией, а мы перестали понимать друг друга, мы говорим на разных языках. Если дары Духа Святаго – это дары любви, они должны научить нас говорить понятно друг для друга, а не так, что мы для кого-то уже как иностранцы, а кто-то для нас как иностранцы. Это недопустимо. Дар языков – это как дар понимания и сопереживания. И апостол Павел в первом послании к Оринфянам, 9 глава, 19 по 22 стих, он пишет, «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Вы помните, братья и сестры, когда разделились языки? Это было, когда строилась Вавилонская башня, этот памятник человеческой гордыни, и Бог разделил языки. Но в день Святой Пятидесятницы дар понимания одним народом, другого, одним племенем, другого, одним человеком, другого, этот дар вернулся на землю, потому что Дух Святой – это Дух Любви, и Он хочет, чтобы мы понимали друг друга. Но, к сожалению, мы иногда слишком замкнуты на своем личном видении той или иной проблемы, и мы не можем понять других людей, которые замкнуты, в свою очередь, на своем собственном видении той же самой проблемы. Далее апостол Павел пишет, «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения». Каждое слово имеет какое-то значение. «Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви», то есть всей церкви. «А потому говорящий на незнакомом языке молись о даре истолкования». Очень важно начать понимать друг друга. И вот на время Великого Поста я принял решение читать Библию во время Поста на украинском языке, потому что я узнал, что есть украинские священники, которые на время Поста приняли решение молитвенно читать Библию на русском языке. Это очень важно, когда мы пытаемся понять друг друга, прежде всего через молитву и через чтение Слова Божия, и не увлекаемся какими-то фейками, которые присутствуют на просторах интернета. Это очень важно, когда мы сопереживаем другим православным людям, так же, как они сопереживают нам. В первом послании Коринфянам 12.27 сказано «И вы – тело Христово, а порознь – члены». И так же сказано уже в самом Святом Евангелии. «Вы слышали, что сказано «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего» – это слова Христа. А я говорю вам «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И так далее. Павел развивает свою мысль. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода». Что же делать? «Стану молиться духом, то есть чувствами, сердцем, стану молиться и умом, то есть разумом. Буду петь духом, сердцем, буду петь и умом». Святитель Амбросий Медиаланский пишет «Гармония – это когда в церкви стройно звучит псалом в нераздельном согласии разных поколений и разнообразных добродетелей, словно разных струн. Звучит псалом, слышится ответ, произносится Аминь. Вот гармония, которую знал и Павел и потому сказал «Буду петь духом, буду петь и умом». Подобно и святитель Григорий Великий пишет «Итак, поклонение или моление духом, как мне кажется, означает не что иное, как то, что дух сам по себе приносит молитву и поклонение, то есть в наши сердца». Это из трактата Григория Великого о Святом Духе. И об этом сказано и в Писании. В послании к римлянам, 8 глава, 26 стих, «Так же и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться». Слышите, братья и сестры? «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». Если в нашей жизни преобладают чувства, говорит только сердце, но молчит разум, есть такое еврейское слово «лемех». «Лемех» – это шут, шут, скоморох, а буква «ламет», которая указывает на сердце, она доминирует, она стоит спереди. Но есть такое же слово, но спереди стоит не «ламет», а буква «мем». «Мелех». «Мелех» – это царь. Здесь буква «мем» указывает на разум. Если ты контролируешь свои чувства разумом, особенно во время конфликтов, то ты можешь остановить движение чувств. В противном случае ты можешь оказаться в очень опасном положении. И вместо того, чтобы царствовать над своими чувствами, ты будешь как скоморох, как шут, в русском народе говорят, шут гороховый, и не более того. Полагаться на сердце очень опасно, потому что чувственный аппарат в результате грехопадения пострадал самым ужасным образом. В Евангелии от Матфея 15-19 Христос говорит, «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Поэтому Павел и пишет, «Буду молиться духом, чувствами, сердцем, буду молиться и умом, буду петь духом, чувствами, сердцем, буду петь и умом». Далее апостол Павел пишет, читаем 16-го по 19-й стих, «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдин, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь, ты хорошо благодаришь, но другой не наседается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». И Григорий Синаид преподобный пишет, «Скажи мне, так, судящий, если кто постится, воздерживается, бодрствует, стоит на молитве, совершает коленопреклонение, плачет, упражняется в нестяжательности, не есть ли это деятельность? Почему же ты говоришь, что без деятельности выполняя только правила псалмопения невозможно владеть молитвой? Это ли не дела? Отвечаю, если кто устами молится, а умом блуждает, какую приобретает пользу? Когда один созидает, а другой разрушает, кроме труда, ничего от этого не получается. Но когда трудится, кто телом, так должен и умом трудиться, чтобы не представляться праведным наружно, а сердечно быть, при этом переполненным нечистотою и беззаботностью. Видов деятельности много, но они честны. Сердечная же молитва, как источник добродетелей по лестничку, велика и всеобъемлющая, через нее приобретается всякое благо. Это из трактата этого святого о безмолвии и двух образах молитвы. Действительно, есть только чувственная молитва или только интеллектуальная молитва. Надо погрузить ум в сердце и рассматривать движение каждого чувства, контролировать и сдерживать их, особенно во время конфликта, «Ибо проклят гнев, когда он жесток, и проклята ярость, когда она свирепа». Далее мы читаем «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». В законе написано «Иными языками и иными устами буду говорить народу всему, но и тогда они послушают меня, говорит Господь». Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. И мы знаем, как в Библии во второй главе книги Деяний описывается «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И они заговорили на разных языках, здесь перечисляются эти языки. Это были языки Парфиан, Медян, Иламитов, жителей Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Осии, Фриги, Памфилия, Египта, Чистей Ливии, пришедшие из Рима. Все понимали, что они говорят. Христианская церковь утратила дар разумения языков не в том древнем харизматическом измерении, а в том смысле, что мы, христиане, перестали понимать друг друга. Мы говорим на разных языках, а у нас должна быть одна речь, как сказано, говорит ли кто, говори как Слово Божие. И только это имеет значение, особенно когда тяжелые ситуации, когда конфликты. Далее мы читаем с 23 стиха и ниже. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут лишь, что вы беснуетесь, но когда все пророчествуют и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падает ниц, поклонится Богу и скажет «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие добудет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви и говори себе и Богу. и пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первые молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Как я уже сказал, дар пророчества прекратился тогда, когда был написан апокалипсис, а дар языков прекратился в церкви тогда, когда возникли национальные поместные церкви и отпала необходимость в этом временном и временном даре. Но нам нужен дар иных языков теперь как возможность понимать друг друга, мы разучились понимать друг друга, даже если мы разговариваем на одном славянском или на одном английском или на одном французском языке, люди пребывают в разобщении. И без этого дара любви, а все дары Духа Святаго это дары любви, мы так и будем оставаться чужестранцами один для другого. И далее мы читаем 32-33 стих «И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройство, но мир, так бывает во всех церквах у святых». Это действительно так, потому что если говорить о харизматических сборищах, то там мы можем встретиться с таким явлением, как одержимость, когда духи пророческие непослушны пророкам и нарушается порядок. Поэтому прислушаемся к тому, что пишет апостол Иоанн богослов 4 глава 1 стих «Возлюбленные не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». И об этом надо помнить, об этом нельзя забывать, потому что такая опасность она существует. Я наблюдал так называемые харизматические дары, когда люди говорили, что они пребывают как бы связанными, как бы плененными, но дух любви это дух святой, а дух святой это и есть дух любви, он никого не пленяет и не связывает. Дух святой он оберегает свободную волю человека. И если человек хочет прекратить контакт с духом, он сразу прекращается. А если это одержимость от злого духа, да, получается то, что получается, как сказано в Писании, что духи пророческие послушны пророкам, а вот духи бесовские, конечно, нет. Далее мы читаем законы о женщинах, как они себя должны вести. жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома, у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Во-первых, здесь уже дается совет мужчинам не перебивать друг друга, а наши дорогие сестры, они такие темпераментные, такие сердечные, если они начнут еще ввязываться в мужские споры, то ничего хорошего не получится. И далее Павел пишет, разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? О чем он здесь говорит? Он порицает сарказмом. Вы должны знать правила, которые установлены и в Ветхом, и в Новом Завете, и вести себя в соответствии с этими правилами, так объясняет амбразиаст. И далее 37-38 стих. Если же кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господние. А кто не разумеет, пусть не разумеет. А почему так? Имеется в виду со временем, и он поймет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Блаженный Августин пишет, «Вражду и смуту в церкви сеют те, кто кажется не тем, кем являются на самом деле». То есть они выглядят как наши, но на самом деле не таковые. И Василий Великий пишет, то поведение в общении верных я считаю благообразным и благочинным, в котором соблюдается закон телесных членов. Никто не прыгает, не хохочет, не хлопает бурно в ладоши, а ведет себя благоприлично и благопристойно. Итак, сегодня мы прочитали 14 главу Первого Послания Коринфянам и если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы приступим к чтению и рассмотрению уже 15 главы Первого Послания Коринфянам. Берегите себя. Первое 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 Продолжение следует...